Друзья всем привет с вами канал Китайфак и сегодня как и обещал проверим на точность лазерный уровень Хэнг Чанг. Горизонт значит проверим по точке, все стороны должны лежать в точке, заявлена точность у него плюс минус 2 миллиметра на 7 метров, а вертикаль проверим по ранее проверенному лазерному уровню Клубиона 3D, очень кстати классный уровень тоже зеленый, обзор на него можете посмотреть перейдя по ссылке в верхнем углу и также можете посмотреть его проверку, видео есть на канале, очень качественный, хороший и точный прибор. Так давайте начнем, вот есть у меня дальномер ламвум, стоит в стадии 1000 рублей всего, считает до 40 метров, очень неплохой дальномер, считает быстро, замерим наше расстояние до стены, расстояние 5 метров 831 миллиметр, то есть около 6 метров более чем достаточно. Так ну давайте начнем проверку с горизонта, да кстати кому интересен обзор на недорогой дальномер, также можете посмотреть его перейдя по ссылке в верхнем углу. Так включаем наш нивелир и отмечаем первую точку на стене и поворачиваем нивелир по 90 градусов в любую из сторон, будем смотреть все четыре стороны, они все должны лежать в этой точке. Поворачиваем уровень на 90 градусов и смотрим вторую сторону, вот видно что вторая сторона боковая лежит у нас чуть выше точки, есть небольшое смещение, давайте посмотрим третью сторону. Для этого опять поворачиваем нивелир на 90 градусов и это получается у нас как бы задняя сторона плоскости. Так друзья вот видно что третья сторона задняя идет гораздо выше чем точка, где-то миллиметра на три выше, то есть это уже выходит за пределы допустимой погрешности и поэтому нивелир стоит отюстировать. Ну в этом ничего страшного нету, в следующем видео я обязательно его разберу и покажу как его настраивать. Давайте посмотрим четвертую сторону, для этого снова разворачиваем нивелир и эта сторона также ожидаемо выше точки, но с горизонтом все понятно, в общем он сбит его надо настраивать, давайте посмотрим вертикали. Так друзья как я и говорил вертикали будем проверять по ранее проверенному Clubiona 3D, у него идеальные вертикали и давайте начнем, посмотрим и сведем первую вертикаль. Так вот наши две вертикали, я вижу что они абсолютно параллельно идут друг другу, но давайте сейчас я их сведу для большей уверенности и следующие буду сразу сводить. Так друзья вот я свел первую вертикаль, она отлично ложится в вертикаль Clubiona, давайте посмотрим вторую вертикаль, для этого развернем эту же вертикаль другой стороны. Для удобства наведения я взял поворотную базу у Clubiona, чтобы было легче наводиться. Так вот друзья навел вторую вертикаль, она также абсолютно лежит в вертикали Clubiona, вот две вертикали идут сходятся, давайте посмотрим третью и четвертую вертикаль. Так для этого включаем другую вертикаль и смотрим первую сторону и потом вторую. Так друзья вот первая сторона второй вертикали идеально ложится вертикаль Clubiona и давайте посмотрим вторую сторону второй вертикали. Для этого опять развернем прибор и вторая сторона, второй вертикали также абсолютно точно ложится вертикаль Clubiona. Так в общем друзья выяснилось, что вертикали абсолютно точные, единственное сбит горизонт, но в этом ничего страшного нету, скорее всего горизонт сбился при транспортировке. Так давайте сейчас проверим расхождение угла 90 градусов между вертикалями. Для проверки расхождения угла 90 градусов между вертикалями нам потребуется три листочка с ранее отмеченными точками, один маленький листочек, потому что он будет на перекрестии стоять и при повороте нивелира, чтобы он не мешался, потому что большой листок будет мешать. Алгоритм проверки такой, включаем нивелир, выбираем две вертикали, чтобы горели одновременно и начинаем проверять. Устанавливаем точку ровно на перекрестии, устанавливать немножко сложно, потому что перекрестие очень яркое и точку практически не видно. И остальные два листочка устанавливаем на расстоянии полутора-два метра на вертикали идущей по полу. Далеко установить не получится, потому что при повороте нивелира вы не сможете навестись на эти точки, вам просто будет их не видно. Так, давайте расположим эти точки, то есть по лазерной линии мы устанавливаем на расстоянии полутора-два метра эти точки на линии. Первая точка и вторая точка. Далее мы не смещаем эти листочки и поворачиваем просто нивелир на 90 градусов, проверяем все сектора, все четыре сектора, то есть раз, два, три, четыре. Поворачиваем, опять же наводимся перекрестием на эту точку, не смещая ее и уже вокруг этой оси наводимся двумя вертикалями на те две дальние точки. Только запомните, перекрестие должно лежать точно на этой точке, которую вы никуда не смещаете. Так вот я навелся, давайте посмотрим первую точку и вторую точку. Так вот первая точка, вертикаль проходит ровно через нее и вторая вертикаль должна также проходить через вторую точку. Ну вот есть небольшое смещение, но в принципе это в допустимых нормах. Давайте посмотрим следующий сектор. Для этого опять поворачиваем прибор на 90 градусов и также наводимся перекрестием на точку перед прибором и уже потом наводимся на какую-нибудь из дальних точек. Процесс немножко кропотливый, потому что попадать на точки очень сложно совмещать их. Так, ну вот друзья я навелся, давайте посмотрим. Так вот первая точка и вторая точка. Обе линии проходят строго через эти точки. Давайте посмотрим следующий сектор. Для этого снова поворачиваем прибор, наводимся перекрестием и на дальнюю точку. Вот я навелся, давайте посмотрим. Так, первая точка, линия проходит через нее и вторая точка. Есть минимальное смещение, но это пределы допустимой нормы. В общем в итоге мы получаем вертикали идеальные, расхождение угла 90 градусов находится в допустимых нормах. С горизонтом все понятно, в общем он сбит, его надо настраивать. Поэтому в следующем видео я обязательно его разберу и вместе с вами мы настроим этот горизонт. Поэтому друзья подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ставьте палец вверх, желаю всем добра, всем спасибо, пока-пока.